Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Данил Рябинин. Сегодня у нас в гостях протеерей Михаил Кудрин, клирик Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Михаил! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Благословите наших телезрителей! Благословен Бог наш всем пристан и кейков! Для наших телезрителей я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по номеру 278-60-14, код города Екатеринбурга 343. Звоните нам, задавайте ваши вопросы по нашей сегодняшней теме. И вот сегодня, отец Михаил, мы знаем, что не так скоро, не так долго еще осталось времени до Великого Поста. И сегодня мы хотели бы обсудить тему Таинства Исповеди, вопросы покаяния, вопросы борьбы человека с грехом. Вот, дорогие телезрители, звоните нам по нашим сегодняшним темам. И, может быть, отец Михаил, начнем с того, что вообще это за Таинство, что такое Таинство Исповеди и Покаяния? Ну, Исповеди можно назвать последнюю стадию, уже завершительную стадию Таинства Покаяния. А само Таинство, оно делится на несколько разделов. Это сначала видение своих грехов, затем осознание своих грехов, раскаяние в своих грехах и уже как последний этап исповедания своих грехов. То есть человек сначала должен следить за собою, трезво к себе относиться, быть к себе внимательным. Потому что сейчас в современной нашей обстановке бывает, человек часто живет и даже не рассуждает, как он живет правильно, неправильно. Живет как все, вот так вот общая масса затягивает. Человек особенно и не смотрит на свои поступки и даже не рассуждает об этом. И вот в первую очередь человек должен следить за собой. Потом человек уже приходит к сознанию, что тот или иной поступок в его жизни это грех. Что он нарушил заповедь Божию, нарушил его волю. Пошел против Господа Бога. И, к сожалению, бывает, что этого так же не часто бывает у современных людей. Бывает, что человек думает, ну все грешат, ну все так живут. Ну, подумаешь, я там в чем-то согрешил. Ну, неужели это так очень плохо? И вот следующая стадия это уже раскаяние, когда человек действительно хочет исправиться от своих грехов. Понимает, что он сделал неправильно, что он совершил ошибку. Что Господь его может наказать за это. Что есть будущая жизнь, что он придет на страшный суд и придется там отвечать, в той жизни. И вот когда человек раскаивается, сначала в себе, в своем сердце, в своем уме просит прощения у Господа Бога. Тогда у него появляется желание прийти на исповедь, чтобы в церкви попросить искренне у Господа Бога прощения за свои грехи. Конечно же, хорошо, когда человек имеет покаянное чувство, когда он осознает свои грехи. Но этого мало. Он должен еще исповедоваться. И Господь Иисус Христос дал власть своим апостолам, своим ученикам, а через них епископам и священникам, прощать грехи людей. Когда человек приходит на исповедь, приходит к священнику и просит перед Господом Богом прощения за свои грехи. И священник читает разрешительную молитву над кающимся, то человек у грехи прощается, душа его очищается. Так же, как и в момент святого крещения человек приобретает благодать, приобретает чистоту, так и в момент исповеди. Если человек искренне, с чистым сердцем, желанием исправиться уже, не совершать прежних грехов, именно имея такое намерение, если человек искренне кается, просит прощения, то Господь может простить грехи человека. Отец Михаил, давайте немножко прервемся, у нас первый звоночек, нам звонят из Красноярска. Здравствуйте, мы Вас слушаем, задавайте Ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, раба Бога Надежда из Красноярска. Батюшка, благословите Вас. Бог благословит Вас, Надежда. Батюшка, у меня такой вопрос. Я хочу узнать, Бог ли душа счастлива в раю, зная, что ее близкие находят там аду? Конечно же, мы можем только лишь в каких-то примитивных формах понимать, в каком состоянии человек пребывает в раю, в Царстве Небесном. Потому что нашим человеческим разумом постичь разум божественный и, конечно же, тем более познать до конца, в каком состоянии там пребывает душа в том мире, как Господь Бог общается с людьми, как Господь Бог вознаграждается их праведников. Конечно же, до конца мы это понять не можем, не можем осознать. Но, конечно, человек может и переживать за своих ближних, конечно, может и видеть их. Но, тем не менее, если наша душа спасется, если, дай Бог, мы получим добрый ответ на страшном судище Христовом, то мы можем, в первую очередь, ходатайствовать за своих ближних, можем за ним молиться, если они споткнулись, если они не могли спастись вечности. То мы, во всяком случае, можем за них просить, чтобы Господь уменьшил их муки. И, конечно, не рассуждать таким образом, что если наши ближние не спасаются, если они в церковь не ходят, не исповедуются, то и нам делать ничего не надо. Нет, так рассуждать ни в коем случае не нужно, не нужно руки опускать. А наоборот, своей праведной жизнью здесь, на земле, мы можем своим родственникам помочь. Если мы сами будем регулярно исповедоваться, то и молитва наша будет сильнее. И своей праведной жизнью мы можем помочь и ближним своим, и в земной жизни, и в будущей, конечно. Ну вот скажите, Отец Михаил, если мы говорим о Таинстве Исповеди, и вот, может быть, продолжая Вашу речь, сказать о том, что можно ли исповедовать грек чужого человека, грек других людей? Вот когда наши родственники, допустим, не посещают храм, не молятся и так далее, и так далее. Ну, конечно же, Господь непосредственно каждому человеку прощает грехи, те грехи, которые человек называет слух на исповеди. Конечно, мы можем молиться за своих родственников, просить, чтобы Господь простил им их согрешения, но, тем не менее, очищение души происходит в тот момент, когда священник читает разрешительную молитву. И именно когда человек сам лично приходит на исповедь, делает вот такой подвиг, тут еще важно, чтобы человек же сделал шаг Господу Богу, если у него есть такое намерение, если у человека есть такое желание, только в том случае Господь может простить грехи. Сейчас Михаил, вот как первый раз приступить к этому таинству? Ведь это действительно ответственный шаг, и достаточно сложно прийти, допустим, к незнакомому человеку, да, как это воспринимают люди не церковные, и рассказать все те тайные, потаенные места своей души. Да, во-первых, конечно, надо преодолеть свой ложный стыд, свое стеснение, подумать о вечности, подумать о своей душе, от которой мы часто забываем, переживаем о своем теле, о том, чтобы и нам вкусно есть, одеваться. А вот о душе своей забываем, забываем о том, что она придет на страшный суд, и об этом нам, конечно, надо вспоминать. Подготовиться, конечно же, в первую очередь подумать, осознать свои грехи. Есть и брошюры такие в помощь кающимся, которые можем почитать, есть длинный перечень грехов. Но самое главное, что у каждого человека от рождения его вложен такой очень важный орган в душу. Так же, как в нашем теле есть различные органы, печень, сердце, легкие, так же и в нашей душе есть различные части. И вот в нашей душе есть орган, который мы называем совесть. Совесть, она от природы у каждого человека есть. Будь человек христианин, будь он буддист, будь он атеист, будь он магометанин, но у него есть совесть, которую Господь ему дал от природы. И вот эта совесть как барометр, как маятник показывает нам, куда мы идем, как мы поступаем. И мы часто и слышим голос совести. Я думаю, что каждый замечал в себе этот голос, когда, например, нам хочется совершить какой-то гнусный поступок, совершить какой-то грех. Но что-то внутри нас говорит, что так делать нехорошо, это неправильно. Мы можем быть оправдывать себя, говорить, что ну вот так все так делают, почему я не могу так пойти, и никто этого никогда не узнает. Но какой-то голос нас беспокоит в душе. Или наоборот, мы совершили какой-то поступок нехороший, и вроде бы кажется все прошло. Но что-то нас беспокоит, что нас терзает, что-то нам не дает покоя, как будто какая-то борьба происходит внутри нас. Вот это голос совести. Но часто мы, конечно, идем и против своей совести. Мы говорим этому голосу, замолчи, я сам знаю, как поступать. Не надо мне подсказывать, я взрослый человек. И каждый раз мы этот голос совести заглушаем. И если мы заглушаем, конечно, мы его перестаем слышать, он становится тише, тише, и в конце концов он может умолкнуть, и мы можем стать людьми бессовестными. Вот в таком состоянии в коем случае нам не нужно приходить. А наоборот, надо прислушиваться голосу совести. И совесть обязательно нам подскажет, какие мы совершили в жизни греховные поступки. Надо их, конечно же, записать на бумагу, чтобы нам ничего не забыть, особенно в первый раз, когда человек идет, он особенно волнуется, переживает. И все, что он хотел сказать, он забывает, вылетает из головы. Поэтому лучше заранее это записать и прийти к батюшке. И исповедь обычно проводится в храмах во время богослужения. Прийти на службу, спросить у церковниц, где в храме проводится таинство исповеди. И уже подойти к батюшке. Ну, конечно, обычно и постоять в очереди, подождать, конечно. Подойти к батюшке и, не стесняясь уже откровенно, все сказать. И попросить прощения у Господа Бога. Помнить, что мы просим прощения у Бога. Мы перед Ним согрешили. И священник участвует в этом таинстве и читает на нами разрешительную молитву, как служитель Божий. Отец Михаил, давайте немножко прервемся. У нас еще один звоночек. Нас звонят из Краснотуринска. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Мне 57 лет вот нынче будет, а мне было 3,5 года. Мой отец убил мать. И он не осознал этого ничего. Он до сих пор ходит, улыбается, вот по жизни живет, да? А ее нету, и она славная, с детом, с бабой. И вот как мне себя сейчас вести в это время? Вот как вот? Я смотрю на него порой, да? Знаете, мне прямо жутко. Думаю, неужели вот у него покаяния нет? Вот как мне вот убрать вот эту зонозу из души? Ну, конечно же, я бы в первую очередь просоветовал и вам, и самой регулярно ходить на исповедь. И этим вы бы могли помочь своему отцу, если будете жить праведной жизнью, и показывать пример именно христианского покаяния и исправления от грехов. Ну, и если ваш отец, может, он уже не может сам ходить, не может прийти в церковь, а вот этот грех в нем есть, я бы посоветовал пригласить священника на дом. Вот, бывали и даже вот у меня в практике такие случаи, что человек отказывался от исповеди, когда ему родственники предлагали, вот, человек лежал уже больной онкологически, сам не вставал, никуда не ходил, и когда ему родственники предлагали, давай пригласим батюшку, давай ты ему исповедуешься, он отказывался ни в какую. Говорит, что я никогда в жизни не исповедовался и не хочу этого делать. Но все-таки мы с одним его родственником проявили такую решимость, и я пришел в дом к этому человеку, и он со мной начал разговаривать, как будто он меня ждал, как будто он со всеми не противился. Мы с ним поговорили, я постарался его, конечно, призвать, чтобы он попросил искренне прощения у Господа Бога. Он исповедовался, затем я его пособоровал, причастил к святых христовых тайн, и через полчаса он скончался. Вот, если бы еще мы промедлили, то так человек мог бы умереть, и стать своими грехами и уйти на страшный суд. И этого не произошло. Поэтому, конечно, я бы посоветовал вам все-таки пригласить батюшку, чтобы батюшка поговорил с вашим отцом. Отец Михайлович, вот, может быть, продолжаю вопрос. Когда человек начинает видеть свои грехи? Когда он действительно приходит к осознанию того, что ему нужно каяться в этом? Вот вы говорили о совести, может быть, вот это является важной чертой каждого человека, важным стержнем покаяния? Ну, конечно же, ну, я думаю, что у каждого человека может в жизни наступить такой момент, когда он поймет, что надо взумываться о вечности, надо думать не сегодняшним днем, а надо спасать свою душу. Душа наша вечная. Но я думаю, что здесь могут быть и помощь родственников так же, если ближние ходят в Храм Божий, они могут так же за человека ходатайствовать. Вот в одной книге описывается такой случай, когда одна женщина благочестивая, она регулярно ходила в Храм Божий, это было дореволюционное время еще, а муж ее был человеком военным, полковником, и он жил не церковной жизнью, и никогда особо об этом не задумывался. В то время уже армия в большинстве своем отошла от религии, это жили такой жизнью светской офицеры, вот его круг, в том круге, в котором жил этот человек. Но он каждый раз замечал, когда жена его приходит из Храма, лицо ее светится, лицо ее просто какой-то излучает свет необычно. Сначала он думал, что это случайность, просто показалось ему, но потом он начал замечать, что это регулярно, как только жена приходит из Храма, лицо ее необычайно светлое. Хотя ему жена никогда ничего не говорила, бывает, что человек не может выразить свои чувства, не может богословствовать, не может проповедовать. Жена ему ничего не говорила, но просто она сама жила чистой жизнью. Но потом он сам захотел прийти тоже к этому, тоже прийти в церковь, тоже попробовать, как это так благодать действует на человека, как этот человек просвещается. И вот так вот эта женщина своим личным примером, без всяких слов, привела своего мужа в церковь. И это так каждый христианин, собственно, должен подражать этому? Ну, конечно же, как говорит святой Иоанн Златоуст, если бы каждый христианин жил как положено, то неверующих людей бы не было. Конечно, это идеально, но мы к этому должны стремиться, чтобы своим примером, конечно же, так же и людей приводить в луна церкви. Отец Михаил, но всегда ли Господь принимает наше раскаяние? Слово «покаяние» в греческом языке звучит метаноия. То есть это можно перевести как преображение, изменение, когда человек становится другим. Покаяние — это не просто рассказ о своих грехах, потому что и преступник в тюрьме может своим сотоварищам рассказывать о своих преступлениях. Это не будет покаянием. Покаяние — это не рассказ. А именно тогда происходит покаяние, когда человек изменяется, когда он желает уже начать новую жизнь, оставить прежние грехи, имея такое искреннее намерение. И вот если Господь видит, что человек изменяется, человек становится другим, Господь может как бы забыть прошлые грехи, не обращать на них внимания, оставить их. Но если человек вновь и вновь лицемерно будет совершать грехи свои, будет исповедоваться чисто формально, а не будет бороться с своими страстями, конечно же, Господь в конце концов и накажет, и человек осудит за эти грехи. Но в то же время мы не должны и опускать руки, говорить, что если у нас ничего не получается, мы не можем измениться, то исповедоваться нам не надо. Когда человек очищает свою душу, то меньше нападает дьявол на сатана. Сатана имеет власть прежде всего над грязной душой, над той душой, которая живет по своим страстям, которая исполняет волен чистых духов. Дьявол имеет власть. А когда человек исповедуется, выливает всю эту грязь из себя, освобождается, душа становится чистою, и дьявол власти уже не имеет, и не может навязывать новые, новые греховные помыслы. Поэтому нам и полезно, как можно чаще выливать эту грязь, исповедоваться, чтобы нам приобрести силу бороться с грехом. Это можно сравнить с тем же, так же, как мы каждый раз, когда садимся кушать, мы руки свои моем. Но мы же опять их запачкаем, и опять будем мыть. Вот так же и душу свою мы должны, конечно, постоянно очищать, исповедоваться. Но так нам легче будет побороть уже греховные помыслы, греховные желания. Отец Михаил, давайте еще раз проигрываемся. У нас звоночек, нам звонят из Нижнего Артовска. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Отец Михаил, да, Нила, все работники телеканала «Союз», вам огромная благодарность, низкий поклон. Спасибо. Я хочу благодарность выразить еще Попеченко Евгению Протеерею. Он так мало говорит нам о Боге, хотелось, чтобы он больше говорил. Вот Осипову хотелось бы Алексею Ильичу. И всем-всем, у меня вот такой вот вопрос. А почему именно в церкви мы должны каяться, на исповедь ходить? А дома разве нас Господь Бог не слышит, что мы каждый раз просим прощения, каемся? Он же нас слышит везде. И потом второй вопрос. А в Библии я что-то нигде не нашла, читала, чтобы мы молились за умерших. Скажите, пожалуйста, нужно ли за них молиться? И как мы же замучаемся, молиться каждый раз. То за родных, то за близких, то за умерших. Я уже лично не знаю, как молиться. Какие-то дни, что ли, определенные. Или как? Граб какой-то должен быть. Спасибо большое. Спасибо за ваши вопросы. Вот такие интересные вопросы. Пожалуйста. И на первый вопрос надо сказать, что, как я уже немножко сказал, что, конечно, хорошо, когда мы осознаем свои грехи, раскаемся, дома просим прощения, молимся. Но этого недостаточно. В Евангелии ясно Господь наш Иисус Христос говорит своим апостолам, что Он им дает власть прощать грехи человека. И то, что вы простите на земле, то простится на небесах. То, что оставите, то останется. Вот эту власть дал Господь Иисус Христос. Это не люди придумали. Не нужно думать, что Церковь сама такой вывод сделала. А именно Господь Иисус Христос дал такую власть священникам. И поэтому священник является свидетелем и участником в Таинстве Исповеди. Через священника Господь и совершает это Таинство. Если священник не совершил Таинство, не принес разрешительную молитву, то, конечно, поэтому грехи остаются. И священник на себе носит благодать Божью. Он прощает грехи не своей какой-то силой, не своей энергетикой, а прощает силою Божественной благодати. От имени Иисуса Христа священник прощает грехи. Поэтому это и является завершительной стадией Таинства Покаяния. Исповедь. Чтобы именно в Церкви перед священником человек попросил прощения. Ну, а что надо... Второй вопрос, да, вот касательно молитвы за умерших. За умерших, конечно же, надо помнить, что вообще такого четкого разделения между живыми и между умершими в православной Церкви нет. Церковь едина. И все души соединены в Иисусе Христе. И души живых людей, и души умерших. И мы должны в любом случае друг за другом молиться. Это также заповедь Божия. Это также и апостол Павел нам говорит, чтобы мы молились друг за друга. А умершие люди в том мире, они не могут попросить прощения за свои грехи. Здесь вот мы живые можем ходить в церковь, можем исповедоваться о своих грехах, можем каяться. А в том мире нет покаяния. Там уже Господь спрашивает с души умерших людей. И поэтому умершие, конечно, ждут, когда мы живые, за них будем молиться. Когда будем за них прощения просить. Если мы об этом забываем, то, конечно же, наши умершие родственники об этом скорбят. Они им, конечно, в том мире очень больно видеть, когда мы за них не молимся, не совершаем поминовения, не ставим свечку в храме, не заказываем мы на Божественную Литургию поминовения. И поэтому мы не должны об этом забывать. Конечно, и в дни памяти своих родственников, когда они умерли, и в день их ангела-хранителя, в день, когда церковь установила поминальные дни, мы должны за них совершать поминовения. И этим мы им принесем радость. Они нас видят, мы их не видим, но они через Господа Бога могут нас видеть. И, конечно же, не надо нам о них забывать. Спасибо, отец Михаил. У нас еще один звоночек. Нам звонят из Белоруссии, Могилевская область. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, я Людмила, звонила мне в Могилевской области, из города Пыхово. Вот хочу спросить, задать ли мне такой вопрос. Мы были в церкви, и нам сделали замечание, что когда открытый адрор в России, нельзя подходить к иконам и целовать их. Правда это или нет? Пожалуйста. Ну, конечно же, когда открыты царские врата, а царские врата собой символизируют вход в Царствие Небесное, вход в рай, мы должны особенно благоговейно к этому относиться. Но если мы чего-то не знали, если мы как-то совершили какой-то неправильный шаг в церкви, то, я думаю, не надо этим особо смущаться. Это, к сожалению, наша беда, что бывает, что иногда наши церковницы, бабушки, свечницы, они бывают иногда, проявляют какую-то грубость, может быть, и излишнюю строгость. И поэтому я хотел бы от лица церковных служителей, от работников церкви попросить прощения, что бывает, что иногда мы перегибаем. Я хотел бы вас призвать к тому, чтобы вы не обижались, не смущались, а ходили в храм Божий. Но если делаю какие-то замечания, старайтесь их смиренно принимать. К сожалению, бывает, что иногда человек так обидится на церковниц и говорит, что я больше никогда в церковь не пойду, бабушки там все злые, все они так вот ругаются, а я ничего не знаю. На самом деле, конечно, все эти обычаи, все эти традиции, они выработались на протяжении какого-то времени, но на самом деле вот таких вот строгих правил поведения каких-то в церкви нет. Не надо этим особо смущаться. Самое главное, чтобы мы заходили в храм Божий с благоговением, с искренней верой, с намерением помолиться Господу Богу. Но они в ту сторону пошли, мы не так приложились к иконе, конечно же, не так мы крестное знамение сделали. Ну, в первое время, может быть, что-то мы будем делать как-то неудачно. Не надо этим смущаться. И еще раз хотел бы призвать к тому, чтобы вы не обижались на тех людей, которые вам делают замечания. Спасибо, дядя Михаилу. У нас еще один звоночек. Нас звонят из Воронежа. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Раба Божия Екатерина Вас. Благословит Вас. Спасибо. Спасибо, Христос. Батюшка, скажите, кто считается воцерковленным? Любой прихожанин или только те, которые как бы работают при церкви? Нет, конечно же, есть понятие евхаристическая жизнь, когда человек регулярно приступает к таинству причащения тела и крови Господа Иисуса Христа. Конечно же, вот исповедь, так же я об этом не сказал, исповедь является именно подготовкой к таинству святого причащения. Приступая к причащению, мы можем только лишь предварительно исповедовавшись, покаявшись, очистив совесть свою от грехов. Если человек регулярно исповедуется, причащается, многие прихожане, например, у нас стараются это делать каждую неделю, в воскресный день причащаться с Тих Христовых Таин, и накануне, в субботу, исповедуется. Можно это делать раз в месяц или хотя бы раз в пост. В течение года у нас четыре поста в церковном календаре, и вот хотя бы один раз время поста надо исповедоваться и причаститься. Если мы делаем вот так регулярно, если мы ходим в Храм Божий, приступаем к таинствам, то и мы являемся воцерковленными людьми. И, конечно же, Господь видит нашу ревность, видит наше желание и считает нас своими чадами, если мы к Нему приходим и находимся в общине христианской. Спасибо, Айтус Михаил. До конца нашей сегодняшней программы осталось совсем немного времени. Вот такой вопрос интересный о самооправдании. Вот человек, когда осознает свой грех, ну вот понял, что вроде сделал поступок неприличный, нехороший, плохой, негативный. А потом приходит у него мысль, что ну вот это меня вроде бы искусил мой сосед, или у нас вот там страна нехорошая, или еще что-то, еще что-то. И как бы сам себя оправдывает. Это что, это искушение или что? Нет, конечно, это может у каждого человека быть, да, такая вот страсть, когда человек хочет как-то загладить, сам себя утешить. Но тут мы должны, наоборот, может быть, проявить большее самоукорение. Пусть лучше батюшка на исповедь, если он видит, что мы как-то очень сильно себя грызем, пусть он нас утешит, тогда скажет. Ну ничего. Вот. А сами, я думаю, что мы не должны к этому стремиться, чтобы сваливать поступок на другого человека, в другом человеке видеть вину, а не в себе. И если человек сам себя укоряет, тогда Господь, конечно, и простит грехи, если человек видит причину в себе в первую очередь. Спасибо, отец Михаил. Время нашего эфира подошло к концу. Я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Мы были рады вас видеть у нас в гостях. Благословите наших телезрителей. Бог благословит всех вас, братья и сестры. Ну а мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»